Давид узнает о смерти Саула. После смерти Саула Давид вернулся, победив Амалекитиан, и пробыл в циклаге два дня. На третий день из лагеря Саула пришел человек в разорванной одежде с пылью на голове. Придя к Давиду, он поклонился ему до земли. «Откуда ты пришел?» — спросил его Давид. «Я спасся из лагеря израилитян», — ответил он. «Что случилось?» — спросил Давид. «Расскажи мне». Человек сказал, — «Народ бежал с поля боя, многие пали и умерли, Саул и его сын Иоаннафан мертвы». Давид сказал юноше, который принес ему это известие. «Откуда ты знаешь, что Саул и его сын Иоаннафан мертвы?» «Я случайно оказался на горе Гельбоа», — сказал юноша. «И там был Саул, который опирался на свое копье, а колесницы и всадники приближались к нему. Обернувшись назад и увидев меня, он позвал меня, и я сказал, — «Что мне сделать?» Он спросил меня, — «Кто ты?» «Самаликитянин», — ответил я. Тогда он сказал мне, — «Подойди и убей меня. У меня агония, но я еще жив». Я подошел и убил его, потому что знал, что после своего поражения он не сможет жить. Я взял венец, который был у него на голове, и браслет с его руки и принес их сюда, к моему господину. Тогда Давид и все, кто был с ним, разорвали на себе одежду. Они рыдали, плакали и постились до вечера о Сауле, и о его сыне Иоаннафане, и о войске Господа, и о доме Израиля, потому что все они пали от меча. Давид сказал юноше, который принес ему известие. «Откуда ты?» «Я сын чужеземца, Амаликитянина», — ответил он. Давид сказал ему, — «Как же ты не побоялся поднять руку, чтобы погубить господнего помазанника?» Давид позвал одного из своих людей и сказал ему, — «Подойди и убей его». Тот убил его, и он умер. А Давид сказал, повернувшись к Амаликитянину, — «Твоя кровь на твоей голове. Ты сам свидетельствовал против себя, когда сказал, — «Я убил господнего помазанника». Плач Давида о Сауле и Иоаннафане Давид оплакивал Саула и его сына Иоаннафана этой горестной песней и приказал научить жителей Иудеи этой песни Лука. Она записана в книге праведного. «Слава твоя, о Израиль, сражена на твоих высотах, как пали могучие. Не говорите об этом в Гате. Не разглашайте на улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не ликовали дочери необрезанных. О горы Гильбоа! Да не будет вам ни росы, ни дождя, ни щедрых полей. Ведь там осквернен был щит могучих, щит Саула, не натираемый больше маслом. От крови сраженных, от плоти могучих лук Иоаннафана не отворачивался. Меч Саула не возвращался не сыт. Саул и Иоаннафан столь любимы и чтимы при жизни и в смерти не разлучились. Были они быстрее орлов, львов сильнее. О дочери Израиля! Оплакивайте Саула, который одевал вас в роскошные алые наряды, который украшал ваши платья с золотым убранством. Как пали могучие в бою, Иоаннафан сражен на высотах твоих. Я скорблю по тебе, Иоаннафан, брат мой. Ты был мне очень дорог. Твоя любовь была для меня прекрасна, прекраснее любви женщин. Как пали могучие, погибло оружие брани. Давида помазывают царем Иудеи. Спустя время Давид спросил Господа, идти ли мне в какой-нибудь из городов Иудеи? Господь сказал, иди. Давид спросил, куда мне идти? В Хеврон, ответил он. Давид поднялся туда, и обе жены его, Ахинаам из Израиля и Авигаэль, вдова Навала из Кормила. Еще Давид привел людей, которые были с ним, каждого вместе со своей семьей, и они поселились в городах Хеврона. Жители Иудеи пришли в Хеврон и помазали там Давида царем над домом Иуды. Когда Давиду сказали, что жители Иовеша Галаадского похоронили Саула, он послал к ним вестников сказать, «Благословенны вы у Господа за то, что явили эту милость Саулу, вашему господину, похоронив его. Пусть же Господь явит вам милость и верность, я также вознагражу вас за то, что вы сделали это. Итак, будьте сильны и доблестны, потому что Саул, ваш господин, мертв, а дом Иуды помазал меня царем над собой». Ишбашет становится царем Израиля. Тем временем Авнер, сын Нира, начальник войска Саула, взял Ишбашета, сына Саула, и привел его в Маханаим. Он сделал его царем над Галаадом, Ашуритами и Израилем, а также над Ефремом, Вениамином и над всем Израилем. Ишбашету, сыну Саула, было сорок лет, когда он стал царем Израиля, и правил он два года. Но дом Иуды пошел за Давидом. Всего Давид был в Хевроне царем над домом Иуды семь лет и шесть месяцев. Начало войны между домами Давида и Саула Авнер, сын Нира, вместе с людьми Ишбашета, сына Саула, покинул Маханаим и пошел к Гаваону. Иаав, сын Саруи и люди Давида, вышли и встретили их у Гаваонского пруда. Те засели на одной стороне пруда, а эти на другой. Авнер сказал Иааву, «Пусть юноши встанут и сразятся перед нами». «Пусть встанут», — ответил Иаав. Юноши встали, и было отчитано двенадцать вениамитян за Ишбашета, сына Саула, и двенадцать человек за Давида. Каждый из них схватил своего соперника за голову, вонзил ему в бок свой меч и пал вместе с ним. Вот почему это место в Гаваоне было названо Хелкаф-Гацурим. Битва в тот день была очень жестокой, и Авнер с воинами Израиля был разбит людьми Давида. Там были и три сына Саруи — Иаав, Авишай и Асаил. Асаил был быстронок, как дикая серна. Он погнался за Авнером, не сворачивая ни вправо, ни влево от его следов. Авнер оглянулся назад и спросил, «Это ты, Асаил?» «Да, я», — ответил он. Тогда Авнер сказал ему, «Поверни вправо или влево, схвати одного из юношей и возьми себе его оружие». Но Асаил, не останавливаясь, гнался за ним. Авнер вновь предостерег Асаила, «Прекрати гнаться за мной, зачем мне убивать тебя? Как тогда я смогу посмотреть в глаза твоему брату Иааву?» Но Асаил не прекращал погоню. Тогда Авнер пронзил ему в живот обратным концом своего копья, так что оно вышло наружу у него через спину. Он упал и умер на месте. Каждый человек останавливался, поравнявшись с местом, где упал и умер Асаил. Но Иаав и Авишай преследовали Авнера, и на закате солнца они добрались до холма Амма, близ Геаха, на дороге Гаваонской пустоши. Вениамитяне сплотились вокруг Авнера, объединились в одну группу и заняли место на вершине холма. Авнер закричал Иааву, «Вечно ли будет разить меч? Разве ты не понимаешь, что конец будет горек? Сколько еще пройдет времени, прежде чем ты прикажешь своим людям прекратить преследовать их братьев?» Иаав ответил, «Верно, как и то, что жив Бог. Если бы ты не сказал, воины продолжали бы преследовать своих братьев до утра». Иаав затрубил в рог, и все воины остановились. Они больше не преследовали израилитян и не сражались. Всю эту ночь Авнер и его люди шли через Иорданскую долину. Они пересекли Иордан, прошли через весь Бетрон и пришли в Маханаим. Иаав вернулся после преследования Авнера и собрал всех своих людей. Кроме Асаила, недосчитались девятнадцати воинов Давида. Слуги же Давида поразили триста шестьдесят человек вениаметян, которые были с Авнером. Они взяли Асаила и похоронили его в гробнице его отца в Вифлееме. Иаав же со своими людьми шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Между домом Саула и домом Давида шла продолжительная война. Давид становился все сильнее и сильнее, а дом Саула все слабее и слабее. Сыновья Давида В Хевроне у Давида родились сыновья. Его первенцем был Амнон, сын израэлитянки Ахинаам. Вторым был Келиаб, сын Авигаэль, вдовы Навала и Скормила. Третьим Ависсалом, сын Маахи, дочери гешурского царя Талмая. Четвертым Адония, сын Агифы. Пятым Шифатия, сын Авиталы. Шестым Итриам, сын жены Давида Эглы. Они родились у Давида в Хевроне. Авнер переходит на сторону Давида. Во время войны между домом Саула и домом Давида, Авнер укреплял свое собственное положение в доме Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. Ижбашет сказал Авнеру, «Почему ты спишь с наложницей моего отца?» Авнер очень разгневался на слова Ижбашета и ответил, «Разве я собачья голова, служащая на стороне Иудеи? Сегодня я верен дому твоего отца Саула и его семье и друзьям. Я не предал тебя Давиду, а ты сейчас обвиняешь меня в преступлении из-за этой женщины? Так пусть же Бог сурово накажет Авнера, если я не сделаю для Давида того, о чем клялся ему Господь. Не заберу царство у дома Саула и не поставлю престол Давида над Израилем и Иудеей, от Дана до Версавии». Ижбашет не осмеливался далее говорить с Авнером, потому что испугался его. Авнер отправил послов от своего лица сказать Давиду, «Чья это земля? Заключи со мной союз, и я помогу тебе перетянуть на свою сторону весь Израиль». Давид ответил, «Хорошо, я заключу с тобой союз, но я требую от тебя одного, не приходи ко мне, если не приведешь с собой Михааль, дочь Саула, когда придешь увидеться со мной». Затем Давид послал вестников к сыну Саула Ижбашету с требованием, «Дай мне мою жену Михааль, которую я взял себе за сто филистимских краеобрезаний». Ижбашет отдал приказ, и ее забрали от ее мужа Фалтиила, сына Лаиша. Но ее муж пошел вслед и плакал, идя за ней всю дорогу до Бахурима. Авнер сказал ему, «Вступай домой». И тот возвратился. Авнер совещался со старейшинами Израиля и сказал, «Некогда вы хотели поставить Давида своим царем. Теперь сделайте это, ведь Господь обещал Давиду, через моего слугу Давида я избавлю мой народ Израиль от руки филистимлян и от руки всех его врагов». Еще Авнер говорил лично с вениамитянами. После этого он пошел в Хеврон рассказать Давиду все, что готовы были сделать Израиль и весь дом Вениамина. Когда Авнер, с которым было двадцать человек, пришел к Давиду в Хеврон, Давид устроил пир для него и для его людей. Авнер сказал Давиду, «Позволь мне немедленно отправиться и собрать весь Израиль к господину моему царю, чтобы они заключили с тобой союз, а ты стал править надо всем, чего желает твое сердце». Давид отпустил Авнера, и он ушел с миром. Убийство Авнера В это время люди Давида и Иааф вернулись из набега и принесли с собой богатую добычу. Но Авнера у Давида в Хевроне уже не было, потому что Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда пришли Иааф и с ним все воины, ему сказали, что Авнер, сын Нира, приходил к царю, царь отпустил его, и он ушел с миром. Иааф пришел к царю и сказал, «Что ты сделал? Ведь к тебе приходил Авнер, почему ты отпустил его? Теперь он ушел. Ты же знаешь Авнера, сына Нира. Он приходил, чтобы обмануть тебя и выведать все, что ты делаешь и куда ты ходишь». Иааф вышел от Давида, послал за Авнером вестников, и они вернули его от колодца Сира. Давид об этом не знал. Когда Авнер вернулся в Хеврон, Иааф отвел его в сторону, вглубь ворот, словно для того, чтобы поговорить с ним наедине, и там, желая отомстить за кровь своего брата Асаила, Иааф поразил его в живот, и он умер. Давид осуждает убийство и оплакивает Авнера. После этого Давид, услышав о случившемся, сказал, «Я и мое царство навеки не повинны перед Господом в крови Авнера, сына Нира. Пусть его кровь падет на голову Иаава и на весь дом его отца. Пусть дом Иаава никогда не остается без больного, сгноящейся язвой или прокаженного, или опирающегося на костыль, или падающего от меча, или нуждающегося в пище. Иаав и его брат Авишай убили Авнера потому, что он убил их брата Асаила в битве при Гаваоне. Затем Давид сказал Иаву и всем людям, которые были с ним, «Разорвите свои одежды, оденьтесь в рубище и плачьте над Авнером». Царь Давид сам пошел за похоронными дрогами. Они похоронили Авнера в Хевроне, и царь громко плакал у могилы Авнера. Весь народ тоже плакал. Царь оплакивал Авнера этой песней. «Разве должен был Авнер умереть подлой смертью? Руки твои не были связаны, ноги твои не были скованы, ты пал, как падают перед разбойниками». И весь народ заплакал над ним снова. Затем все они пришли и убеждали Давида поесть, пока еще продолжался день. Но Давид дал клятву, говоря, «Пусть Бог сурово накажет меня, если я поем хлеба или чего-нибудь еще прежде, чем зайдет солнце». Весь народ заметил это и был этим доволен. Да и все, что делал царь, нравилось всему народу. Так в тот день весь народ и весь Израиль узнал, что царь не принимал никакого участия в убийстве Авнера, сына Нира. И царь сказал своим людям, «Разве вы не понимаете, что сегодня в Израиле пал вождь и великий человек? И сегодня, хотя я и помазанный царь, я слаб, а эти сыновья соруи для меня слишком сильны. Пусть Господь воздаст делающему злое по злобе его». Убийство Ижбашета Когда сын Саула Ижбашет услышал о том, что Авнер умер в Хевронии, он пал духом, и весь Израиль охватила тревога. У сына Саула было два человека, которые водили воинов в набеги. Одного звали Баана, другого Рехав. Они были сыновьями Бееротянина Римона, из рода Вениамина. Беерот считается владением Вениамина, потому что жители Беерота бежали в Гитаим и остались там чужеземцами по сегодняшний день. У Иоаннафана, сына Саула, был сын, хромой на обе ноги. Ему было пять лет, когда из Израиля пришла весть о Сауле и Иоаннафане. Его нянька схватила его и побежала, но бежала так быстро, что он упал и охромел. Его звали Мефибошет. Итак, Рехав и Баана, сыновья Бееротянина Римона, пошли к дому Ишбашета и пришли туда в жаркое время дня, когда он спал во время полуденного отдыха. Они вошли внутрь дома как бы для того, чтобы взять пшеницы и поразили его в живот. После этого Рехав и его брат скрылись. Они вошли в дом, когда он лежал на постели в своей спальне. Поразив и убив его, они отрубили ему голову и, взяв ее с собой всю ночь, шли по дороге Иорданской долины. Они принесли голову Ишбашета к Давиду в Хеврон и сказали царю, «Вот голова Ишбашета, сына Саула, твоего врага, пытавшегося лишить тебя жизни. Сегодня Господь отомстил Саулу и его потомству за моего господина царя». Давид ответил Рехаву и его брату Баане, сыновьям Бееротянина Римона. «Верно, как и то, что жив Господь, который избавил меня от всякой беды. Когда один человек сказал мне, «Саул мертв, думаю, что принес хорошую новость, я схватил его и предал его смерти в циклаге. Вот награда, которую я дал ему за его новость. Что же теперь, когда разбойники убили невиновного человека в его собственном доме и на его собственной постели, «Неужели я не взыщу с вас за его кровь и не избавлю от вас землю?» Давид отдал своим людям приказ и они убили их. Они отрубили им руки и ноги и повесили тела у пруда в Хевроне. Затем они взяли голову Ишбашета и погребли ее в гробнице Авнера в Хевроне. Давид становится царем всего Израиля. Все роды Израиля пришли к Давиду в Хеврон и сказали, «Мы — твоя плоть и кровь, даже прежде, когда нашим царем был Саул, ты водил израилетян в бой. Господь сказал тебе, «Ты будешь спасти мой народ Израиль и станешь его правителем». Когда все старейшины Израиля пришли к царю Давиду в Хеврон, он заключил с ними в Хевроне союз перед Господом, и они помазали Давида в цари над Израилем. Давиду было 30 лет, когда он стал царем и правил он 40 лет. В Хевроне он правил Иудеи 7 лет и 6 месяцев, а в Иерусалиме он правил всем Израилем и Иудеи 33 года. Давид захватывает Иерусалим. Царь со своими людьми пошел на Иерусалим против живших там Иевусеев. Иевусеи сказали Давиду, «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят даже слепые хромы». Они думали, Давид не сможет войти сюда, но Давид захватил крепость Сион, что ныне город Давида. В тот день Давид сказал, «Пусть всякий разящий Иевусеев проберется к этим хромым и слепым, ненавидящим душу Давида, через водопроводный туннель». Вот почему говорится, «Слепой и хромой не войдут во дворец». Давид обосновался в крепости, и она стала называться городом Давида. Он обстроил ее кругом от Милла и внутри. Давид становился все сильнее и сильнее, потому что с ним был Господь, Бог сил. Хирам, царь Тира, отправил к Давиду послов, кедровые бревна, а также плотников и каменщиков, которые построили Давиду дворец. Давид понял, что Господь утвердил его царем над Израилем и вознес его царство ради своего народа Израиля. Другие сыновья Давида. Покинув Хеврон, Давид взял себе в Иерусалиме еще наложниц и жен, и у него родились еще сыновья и дочери. Вот имена детей, которые родились у него там. Поражение филистимлян. Услышав о том, что Давид помазан в цари над Израилем, все филистимляне отправились искать его. Но Давид, узнав об этом, спустился в крепость. Филистимляне пришли и расположились в долине Рифаим. Давид спросил Господа, «Идти ли мне на филистимлян, отдашь ли ты их мне?» Господь ответил ему, «Иди, я непременно отдам филистимлян в твои руки». Давид пошел к Баал-Пироциму и разбил их там. Он сказал, «Как прорвавшаяся вода, Господь разбил моих врагов». Поэтому то место и было названо Баал-Пироцим. Филистимляне бросили там своих идолов, а Давид и его люди унесли их. Филистимляне снова пришли и расположились в долине Рифаим. Давид спросил Господа, и тот ответил, «Не нападай на них отсюда, но обойди их с тыла и напади на них со стороны бальзамовых деревьев. Как только ты услышишь в вершинах бальзамовых деревьев шум, как от шагов, тотчас же выступай в бой, потому что Господь вышел перед тобой, чтобы разбить войско филистимлян». Давид сделал так, как повелел ему Господь и разил филистимлян всю дорогу от Гаваона до Гезера. Возвращение к Овчегу в Иерусалим. Давид снова собрал тридцать тысяч людей Израиля, выбранных им. Вместе со всеми своими людьми он отправился из Баала-Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, называемый по имени Господа Сил, который восседает на Херувимах. Они поставили Божий ковчег на новую повозку и вывезли его из дома Авинодава, что на холме. Узза и Ахио, сыновья Авинодава, везли новую повозку с Божьим ковчегом, и Ахио шел перед ковчегом. Давид и весь дом Израиля изо всех сил веселились перед Господом, пели песни и играли на арфах, лирах, бубнах, трещотках и тарелках. Когда они дошли до Гумна-Нахона, Узза протянул руку, чтобы поддержать Божий ковчег, потому что валы споткнулись. Господь воспылал гневом на Уззу, и Бог поразил его там за дерзновение, и он умер там, у Божьего ковчега. Давид рассердился из-за того, что гнев Господень прорвался на Уззу, и до сегодняшнего дня то место называется Парец-Узза. В тот день Давид устрашился Господа. Он сказал, «Как же можно принести ко мне ковчег Господа?» Он не хотел брать ковчег Господа к себе в город Давида, но отвез его в дом гатянина Авид Эдома. Ковчег Господа оставался в доме Авид Эдома из гата три месяца. И Господь благословил его и всех его домашних. Царю же Давиду сказали, «Господь благословил домашних Авид Эдома и все, что у него, из-за ковчега Божьего». Тогда Давид пошел и с радостью перенес Божий ковчег из дома Авид Эдома в город Давида. Через каждые шесть шагов, которые делали несущий ковчег Господа, он приносил в жертву быка и упитанного теленка. Одетый в льняное фот, Давид изо всех сил плясал перед Господом. Так он и весь дом Израиля перенесли ковчег Господа с радостными криками под звуки бараньих рогов. Когда ковчег Господа входил в город Давида, Михаль, дочь Саула, глядела из окна. Увидев царя Давида, который прыгал и плясал перед Господом, она уничижила его в своем сердце. А ковчег Господа принесли и поставили на свое место в шатре, который разбил для него Давид. Давид принес Господу жертвы всесожжения и жертвы примирения. Закончив приносить всесожжения и жертвы примирения, он благословил народ во имя Господа сил. Затем он раздал всему народу, всему множеству израилетян, и мужчинам, и женщинам, по одной лепешке, по куску жареного мяса и по связке изюма. После этого весь народ разошелся по своим домам. Когда Давид вернулся домой, чтобы благословить своих домашних, Михаль, дочь Саула, вышла встретить его и сказала, «Как отличился сегодня царь Израиля, обнажившись на глазах у рабынь своих слуг, словно какой-то непристойный человек!» Давид сказал Михаль, «Это было перед Господом, который предпочел меня твоему отцу или кому-либо из его дома. Он поставил меня правителем над Израилем, народом Господа, я и впредь буду веселиться перед Господом, я стану еще недостойнее и буду еще ничтожнее в своих собственных глазах. Но те рабыни, о которых ты говорила, будут меня чтить. У Михаль, дочери Саула, не было детей до дня ее смерти». Божие обещания Давиду После того, как царь поселился в своем дворце и Господь дал ему покой от всех окружающих его врагов, он сказал пророку Нафану, «Смотри, я живу во дворце из кедра, а Божий ковчег остается в шатре». Нафан ответил царю, «Иди и делай все, что у тебя на сердце, потому что Господь с тобой». В ту ночь к Нафану было слово Господа, «Пойди и скажи моему слуге Давиду, так говорит Господь, разве ты тот, кто построит мне дом для моего обитания? Я не жил в доме с того дня, как вывел израилетян из Египта и до сегодняшнего дня, но странствовал в шатре и в скине. Где бы я ни ходил со всеми израилетянами, разве я говорил с каким-либо из их родов, которым я повелел пасти мой народ Израиля, почему вы не построили мне дом из кедра? Итак, скажи моему слуге Давиду, так говорит Господь сил, я взял тебя, когда ты смотрел и ухаживал на пастбище за овцами, чтобы ты стал правителем моего народа Израиля. Я был с тобой куда бы ты ни ходил и сокрушил перед тобой всех твоих врагов. Я уподоблю твое имя именам великих людей земли, я устрою место для своего народа Израиля и укореню его, чтобы ему иметь свой дом, и никто его больше не тревожил. Нечестивые больше не будут притеснять его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над своим народом Израилем. Я также дам тебе покой от всех твоих врагов. Господь объявляет тебе, что сам утвердит твой дом. Когда твои дни завершатся, и ты упокоишься со своими предками, я возведу на престол твоего потомка, того, кто произойдет от тебя, и упрочу его царство. Он построит мне дом для моего имени, я упрочу престол его царства навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Когда он согрешит, я накажу его розгой людской, ударами, наносимыми людьми. Но я не отниму от него своей милости, как отнял ее от Саула, которого я отверг ради тебя. Твой дом и твое царство будут непоколебимы предо мной вовеки. Твой престол будет упрочен навеки. Нафан пересказал Давиду все слова этого откровения. Молитва Давида Тогда царь Давид вошел, сел перед Господом и сказал, «Кто я, о владыка Господи, и что такое моя семья, что ты так возвеличил меня?» И словно этого не было достаточно в твоих глазах, о владыка Господи, ты еще рассказал о будущем дома твоего слуги, и это будет закон для людей, о владыка Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ведь ты знаешь твоего слугу, владыка Господи. Ради твоего слова и по воле своей ты совершил это великое дело и открыл его своему слуге. Как ты велик, владыка Господи! Нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, как слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы выкупить его и сделать своим народом, чтобы все узнали имя твое, ты совершил великие и ужасные дела, выкупив свой народ из Египта, изгнав перед ним другие народы и их богов. Ты сделал Израиль своим собственным народом навеки, и ты, Господи, стал его Богом. И теперь, Господи Боже, пусть обещание, которое ты дал о своем слуге и его доме, утвердится на веки. И сделай, как ты обещал. Пусть возвеличится твое имя вовеки, чтобы люди говорили, «Господь сил, Бог над Израилем, и дом твоего слуги Давида утвердится пред тобой». «О, Господь сил, Бог Израиля, ты открыл это своему слуге, говоря, «Я устрою тебе дом». Поэтому твой слуга набрался смелости принести тебе эту молитву. «О, Владыка Господи, ты Бог!» Твои слова истинны, и ты обещал своему слуге это благо. Пусть же станет тебе угодно благословлять дом твоего слуги, чтобы он был перед тобой вечно. «Ведь ты, Владыка Господи, сказал это, и дом твоего слуги будет благословен навеки от твоего благословения». Победы Давида Некоторое время спустя Давид разбил филистимлян, покорил их и захватил Метегаму из рук филистимлян. Еще Давид разбил Моавитян. Он положил их на землю и отмерил их веревкой. Каждые две веревки были преданы смерти, а третьей была оставлена жизнь. Так Моавитяне покорились Давиду и стали платить ему дань. Еще Давид разбил Ададезера, сына Рихова, царя Отцовы, когда тот шел, чтобы восстановить свою власть у реки Ефрата. Давид захватил тысячу семьсот всадников и двадцать тысяч пеших воинов. Он подрезал сухожилия всем колесничным коням, оставив из них лишь сотню. Когда на помощь Ададезеру, царю Цовы, пришли Арамеи Дамаска, Давид поразил из них двадцать две тысячи человек. Он разместил войска в царстве дамасских Арамеев, и Арамеи стали его рабами и платили ему дань. Господь давал Давиду победу, куда бы тот ни ходил. Давид взял золотые щиты, которые принадлежали приближенным Ададезера, и принес их в Иерусалим. А из Теваха и Бератая, городов, принадлежащих Ададезеру, царь Давид взял очень много бронзы. Когда Фой, царь Хамата, услышал, что Давид разбил все войско Ададезера, то он послал к царю Давиду своего сына Иорама, чтобы приветствовать его и поздравить с победой над Ададезером, с которым тот вел войну. Иорам привез с собой изделия из серебра, золота и бронзы. Царь Давид посвятил и эти изделия Господу, вместе с серебром и золотом, взятым у всех народов, которые он покорил. У Эдома и Маава, Аманитян, Филистимлян и Амалика. Еще он посвятил добычу, взятую у Ададезера, царя Отцовы, сына Рехова. Давид прославился после того, как перебил 18 тысяч Эдомитян в Соляной долине. Он поставил войска по всему Эдому, и все Эдомитяне стали его рабами. Господь давал Давиду победу, куда бы тот ни ходил. Приближенные Давида. Давид правил всем Израилем, верша суд и правду для всего своего народа. Иоав, сын Саруи, был начальником войска. Иосафат, сын Ахилуда, был летописцем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиатара, были священниками. Сирая был писарем. Беная, сын Иодая, был над кирититами и пилититами, а сыновья Давида были первыми при дворе. Милость Давида к Мефибашету Давид спросил, остался ли из дома Саула кто-нибудь, кому я мог бы оказать милость ради Иоаннафана. В доме Саула был слуга по имени Цива. Его позвали к Давиду, и царь спросил его, ты Цива? Рад служить тебе, ответил тот. Царь спросил, есть ли кто еще живой в доме Саула, кому я мог бы оказать Божью милость? Цива ответил царю, остался еще сын Иоаннафана, он хромой на обе ноги. Где же он? спросил царь. Цива ответил, он в доме Махира, сына Амиила, в Лодеваре. Царь Давид послал забрать его из Лодевара, из дома Махира, сына Амиила. Когда Мефибашет, сын Иоаннафана, внук Саула, пришел к Давиду, он поклонился ему в знак почтения. Давид сказал, Мефибашет, я твой слуга, ответил тот. Не бойся, сказал ему Давид, потому что я непременно окажу тебе милость ради твоего отца Иоаннафана. Я верну тебе всю землю, которая принадлежала твоему деду Саулу, и ты всегда будешь есть за моим столом. Мефибашет поклонился и сказал, кто такой твой слуга, чтобы тебе обращать внимание на такого мертвого пса, как я? Царь призвал слугу Саула, Циву, и сказал ему, я отдал внуку твоего господина все, что принадлежало Саулу и его семье. Вместе со своими сыновьями и слугами ты должен обрабатывать для него землю и собирать урожай, чтобы у внука твоего господина была еда. А Мефибашет, внук твоего господина, всегда будет есть за моим столом. У Цивы же было пятнадцать сыновей и двадцать слуг. Сива сказал царю, твой слуга исполнит все, что господин мой царь приказывает сделать своему слуге. И Мефибашет ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мефибашета был маленький сын по имени Миха, все домашние Цивы были слугами Мефибашета. Мефибашет жил в Иерусалиме, потому что он всегда ел за царским столом, он был хромой на обе ноги. Победа над Амонитянами и Арамеями Некоторое время спустя царь Амонитян умер, и вместо него царем стал его сын Ханун. Давид подумал, «Я окажу Хануну, сыну Нахаше, милость, как его отец оказал милость мне». И Давид отправил к Хануну своих слуг, чтобы выразить соболезнования о его отце. Когда люди Давида пришли в землю Амонитян, амонитские вожди сказали своему господину Хануну, «Неужели ты думаешь, что Давид прислал к тебе людей с соболезнованиями из уважения к твоему отцу? Разве не затем послал их к тебе Давид, чтобы высмотреть город, разведать его и разорить?» Ханун схватил людей Давида, сбрил им половину бороды и отрезав их одежды наполовину до ягодиц и отослал их обратно. Когда об этом рассказали Давиду, он послал им навстречу людей, потому что они были сильно опозорены. Царь сказал, «Оставайтесь в Иерихоне, пока не отрастут ваши бороды, а потом возвращайтесь». Когда амонитяне поняли, что сделали с ненавистными Давиду, они наняли двадцать тысяч пеших воинов из Арам-Бетрихова и Арам-Цовы, а также царя Моахи с тысячу человек и еще двенадцать тысяч человек из Това. Услышав об этом, Давид послал Иава со всем войском сразиться с ними. Амонитяне вышли и расположились боевым порядком у входа в городские ворота, а Арамея, Истцова и Рехова и люди Истова и Моахи стояли отдельно в открытом поле. Когда Иав увидел, что сражаться придется и впереди, и сзади, он отобрал лучших воинов Израиля и выстроил их против Арамеев. Остальных людей он отдал под начало своего брата Авишая, и тот выстроил их против Амонитян. Иав сказал, «Если Арамеи станут одолевать меня, то ты придешь ко мне на помощь, а если Амонитяне станут одолевать тебя, то я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, будем храбро сражаться за наш народ и города нашего Бога, и пусть Господь сделает так, как ему угодно». После этого Иав со своими воинами вступил в сражение с Арамеями, и те побежали пред ним. Когда Амонитяне увидели, что Арамеи бегут, они тоже побежали от Авишая и отступили в город. А Иав вернулся со сражения с Арамеями и пришел в Иерусалим. Увидев, что они разбиты израилетянами, Арамеи собрались вместе. Ададезер послал за Арамеями, жившими за рекой Ефратом. Те пришли в Хелам во главе с Шавахом, начальником войска Ададезера. Когда об этом доложили Давиду, он собрал весь Израиль, переправился через Иордан и пришел к Хеламу. Арамеи расположились с боевым порядком, чтобы встретить Давида и сразиться с ним. Но они побежали перед Израилем, и Давид перебил из них семьсот колесничих и сорок тысяч пеших воинов. Еще он поразил Шаваха, начальника их войска, который и умер там. Увидев, что они разбиты Израилем, все цари, подданные Ададезера, заключили с израилетянами мир и покорились им. Арамеи боялись впредь помогать Аманитянам. Давид и Версавия Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иава со своими приближенными и всем израильским войском, и они нанесли поражение Аманитянам и осадили их главный город Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца, с крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива и Давид послал разузнать о ней. Посланный сказал, это Версавия, дочь Елиама и жена Хетта Урии. Тогда Давид послал людей, чтобы привезти ее. Она пришла к нему и он лег с ней. Она только что очистилась от своей ежемесячной нечистоты. Затем она вернулась домой. Эта женщина забеременела и послала сказать Давиду, я беременна. Тогда Давид отправил Иаву приказ «Пришли ко мне Хетта Урию». Иав послал его к Давиду. Когда Урия пришел к нему, Давид расспросил его об Иаве, о воинах и о ходе войны. Затем Давид сказал Урии «Вступай домой и омой ноги». Урия вышел из царского дворца, а вслед за ним понесли царский подарок. Но Урия лег спать у входа во дворец со всеми слугами своего господина и не пошел к себе домой. Когда Давиду сказали «Урия не пошел домой», он спросил его «Разве ты не после дороги? Почему ты не пошел домой?» Урия сказал Давиду «Ковчег, Израиль и Иуда находятся в шатрах, и мой господин Иав, и все люди моего господина находятся в открытом поле. Как же я могу пойти домой, чтобы есть, пить и спать со своей женой? Верно, как и то, что ты жив, я не сделаю подобного». Тогда Давид сказал ему «Оставайся здесь и сегодня, а завтра я отправлю тебя обратно». Урия остался в Иерусалиме в тот день и на следующий день. По приглашению Давида он ел и пил с ним, и Давид напоил его до пьяна. Но вечером Урия с ослугами своего господина он не пошел домой. Поутру Давид написал Иаву письмо и отправил его с Урией. В письме было сказано «Поставьте Урию там, где будет самое яростное сражение и отступите от него, чтобы он погиб». Когда Иав осаждал город, он поставил Урию там, где, как он знал, были самые сильные защитники. Когда горожане вышли из города и сразились с Иавом, некоторые близко Давида пали. Хет Урия тоже был убит. Иав послал Давиду подробные известия о битве. Он научил вестника. Когда ты закончишь рассказывать царю эти известия о битве, царь может разгневаться и спросить тебя, зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что они станут стрелять со стены стрелами? Кто убил Авимелеха, сына Ерубаала? Разве не женщина бросила в него со стены обломок жерного, и он умер в Тевеце? Зачем вы так близко подходили к стене? Если спросят у тебя это, скажи ему, а еще твой слуга Хет Урия погиб. Вестник пустился в путь и, когда прибыл, передал Давиду все, с чем послал его Иав. Вестник сказал Давиду, те люди наступали на нас и вышли против нас в открытое поле, но мы отогнали их обратно городским воротом, лучники стреляли в твоих слуг со стены, и некоторые из царских слуг погибли, твой слуга Хет Урия тоже погиб. Давид сказал Вестнику, скажи Иаву так, пусть это тебя не огорчает, меч поражает то одного, то другого, соберись силами против города и разрушь его, скажи так, чтобы ободрить Иава. Когда жена Урии услышала, что ее муж погиб, она оплакивала его. После того, как время траура миновало, Давид привел ее в свой дом, она стала его женой и родила ему сына. Но то, что сделал Давид, не было угодно Господу. Нафан обличает Давида Господь послал к Давиду Нафана. Он пришел к нему и сказал, в одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богача было очень много мелкого и крупного скота, а у бедняка не было ничего, кроме одной маленькой овечки, которую он купил. Он заботился о ней, и она выросла у него вместе с его детьми. Она ела из его тарелки, пила из его чаши и даже спала у него на груди. Она была у него как дочь. К богачу пришел путник, но богач пожалел взять что-либо из своего мелкого или крупного скота, чтобы приготовить пищу для пришедшего к нему путника. Вместо этого он взял овечку бедняка и приготовил ее для того, кто пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, верно, как и то, что жив в господь, человек, который сделал это, заслуживает смерти. Он должен заплатить за овечку четырехкратно, потому что он сделал это и не имел сострадания. Тогда Нафан сказал Давиду, ты тот человек. Вот что говорит господь, бог Израиля. Я помазал тебя царем над Израилем и избавил тебя от руки Саула. Я отдал тебе дом твоего господина и жен твоего господина, отдал в твои объятия. Я отдал тебе дом Израиля и Иуды. Если бы всего этого было слишком мало, я дал бы тебе еще больше. Так почему же ты пренебрег словом Господа, сделав зло в его глазах? Ты поразил Хетта Урию мечом и взял его жену себе в жены. Ты убил его мечом аммонитян. Поэтому меч никогда не отступит от твоего дома, так как ты пренебрег мной и взял себе в жены жену Хетта Урии. Так говорит Господь. Я наведу на тебя беду из твоего же дома. У тебя на глазах я возьму твоих жен и отдам их твоему ближнему, и он будет спать с твоими женами так, что все будут об этом знать. Ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И Давид сказал Нафану, я согрешил перед Господом. Нафан ответил, и Господь снял с тебя твой грех, ты не умрешь, но так как сделав это, ты выказал совершенное презрение Господу, сын, который у тебя родится, умрет. Смерть сына Давида. После этого Нафан ушел к себе домой. Господь поразил ребенка, которого жена Урии родила Давиду, и он заболел. Давид молился Богу о ребенке. Он постился и проводил ночи в своей комнате лежа на земле. Старейшины его дома стояли рядом с ним, пытаясь поднять его с земли, но он отказывался и не ел с ними никакой пищи. На седьмой день ребенок умер. Слуги Давида боялись сказать ему, что ребенок мертв, так как они думали. Когда ребенок был еще жив, мы говорили с Давидом, но он не слушал нас. Как же нам сказать ему, что ребенок умер? Он может что-нибудь сделать с собой. Давид заметил, что его слуги перешептываются, и понял, что ребенок умер. Умер ребенок? спросил он. Да, ответили они, умер. Тогда Давид поднялся с земли. Вымывшись, умастившись благовониями и переодевшись, он пошел в дом Господа и поклонился. Затем он пошел в свой дом, где по его приказу ему подали пищу и поел. Слуги спросили его, почему ты поступаешь таким образом? Когда ребенок был жив, ты постился и плакал, теперь ребенок мертв, а ты встал и ешь. Он ответил, когда ребенок еще был жив, я постился и плакал. Я думал, кто знает, вдруг Господь будет милостив ко мне, и ребенок останется жив, но теперь он умер, и зачем мне поститься, разве я могу его вернуть? Я пойду к нему, а он ко мне не вернется. Рождение Соломона Затем Давид утешил свою жену Версавию, вошел к ней и лег с ней. Она забеременела и родила сына. Давид назвал его Соломоном. Господь полюбил его и послал пророка Анафана, чтобы тот по повелению Господа назвал его Едидия. Взятие Давидом Раввы. Тем временем Иав воевал против аммонитской столицы Раввы и взял царскую крепость. Иав послал к Давиду Вестников, говоря, «Я воевал с Раввой и захватил ее водный запас. Итак, собери оставшихся воинов, осади город и возьми его, иначе я сам возьму город, и он будет назван моим именем». Давид собрал все войско, пошел на Равву и, сразившись, взял ее. Он снял золотую корону с головы их царя, корона весила таланты, была украшена драгоценным камнем, и возложил ее на свою голову. Еще он взял в городе огромную добычу, он вывел жителей, которые были в нем, заставив их работать пилами, железными мотыгами и топорами, а также изготавливать кирпичи. Он поступил так со всеми аммонитскими городами. После этого Давид со всем своим войском вернулся в Иерусалим. Насилие над Фомарию Некоторое время спустя сын Давида Аммон влюбился в красавицу Фомарь, сестру Ависалома, сына Давида. Аммон так страдал, что заболел из-за своей единокровной сестры Фомари, потому что она была девственница, и ему казалось невозможным сделать с ней что-нибудь. У Амммона был друг по имени Иоаннадав, сын Шиммы, брата Давида. Иоаннадав был очень хитер. Он спросил Аммона, почему ты, сын царя, чахнешь день ото дня? Не скажешь ли мне? Аммон сказал ему, я люблю Фомарь, сестру своего брата Ависалома. Ложись в постель и притворись больным, сказал Иоаннадав. Когда твой отец придет проведать себя, скажи ему, пусть моя сестра Фомарь придет ко мне и даст мне чего-нибудь поесть. Пусть она приготовит еду у меня на глазах, чтобы я мог видеть ее и поесть у нее из рук. Аммон лег и притворился больным. Когда царь пришел проведать его, Аммон сказал ему, пусть моя сестра Фомарь придет и приготовит у меня на глазах пару лепешек, чтобы я мог поесть у нее из рук. Давид послал во дворец сказать Фомаре, ступай в дом твоего брата Аммона и приготовь для него еду. Фомарь пошла в дом своего брата Аммона, где он лежал. Она взяла тесто, замесила его, сделала у него на глазах лепешки и испекла их. Потом она взяла сковороду и выложила перед ним лепешки, но он отказался есть. «Пусть все выйдут отсюда», сказал Аммон, и все вышли. Тогда Аммон сказал Фомаре, «Принеси еду сюда, в мою спальню, чтобы я мог поесть из твоих рук». Фомарь взяла лепешки, которые она приготовила, и принесла их своему брату Аммону в его спальню. Но когда она поднесла их к нему, чтобы он поел, он схватил ее и сказал, «Сестра, иди ложись со мной». «Нет, брат», сказала она ему, «Не принуждай меня. Нельзя творить в Израиле такого дела. Не делай этого безумия. А я, куда я денусь с моим позором? Ты же будешь в Израиле как один из безумных. Прошу тебя, поговори с царем, он не откажется выдать меня за тебя замуж». Но он не стал слушать ее, и так как был сильнее, изнасиловал ее. После этого Аммон возненавидел ее лютой ненавистью, и возненавидел он ее сильнее, чем прежде любил. Аммон сказал ей, «Вставай и убирайся отсюда». «Нет», сказала она ему, «Прогнать меня — это большее зло, чем то, что ты уже сделал со мной». Но он не стал слушать ее. Он позвал юношу, который служил ему, и сказал, «Выгони ее вон отсюда, и запри за ней дверь». И слуга выставил ее и запер за ней дверь. А на ней была богато украшенная одежда, которую носили в то время незамужние царские дочери. Фомарь посыпала голову пеплом и разорвала свою богатую одежду. Она взялась руками за голову и, рыдая, пошла прочь. Ее брат Ависсалом сказал ей, «С тобой был твой брат Амнон? Но теперь сестра молчи, он твой брат, не сокрушайся об этом». И Фомарь жила в доме своего брата Ависсалома как брошенная женщина. Когда обо всем этом услышал царь Давид, он страшно разгневался. Ависсалом не сказал Амнону ни слова, ни плохого, ни хорошего. Он ненавидел Амнона, потому что тот обесчестил его сестру Фомарь. Ависсалом убивает Амнона. Два года спустя, когда у Ависсалома была стрижка овец в Баал-Хацоре, что рядом с границей Ефрема, он пригласил туда всех царских сыновей. Ависсалом пришел к царю и сказал, «У твоего слуги идет стрижка овец, его приближенные». «Нет, мой сын», ответил царь, «все мы не пойдем, чтобы не быть тебе обузой». И хотя Ависсалом упрашивал его, он отказался идти, но дал ему свое благословение. Тогда Ависсалом сказал, «Если нет, то позволь пойти с нами моему брату Амнону». Царь спросил его, «Зачем ему идти с тобой?» Но Ависсалом упрашивал его, и он отпустил с ним своих сыновей. Ависсалом приготовил царский пир, Ависсалом приказал своим людям, «Смотрите, когда Амнон развеселится от вина, и когда я скажу вам, поразите Амнона, убейте его. Не бойтесь, разве не я сам даю вам такой приказ? Будьте мужественны и храбры». И люди Ависсалом сделали с Амноном так, как приказал Ависсалом, а все царские сыновья поднялись, сели на своих мулов и бежали. Пока они были в пути, к Давиду пришла весть. Ависсалом поразил всех царских сыновей, никого из них не осталось. Царь поднялся, разорвал на себе одежду и бросился на землю, и все его слуги, которые стояли рядом, тоже разорвали свои одежды. Но Иоаннодав, сын Шиммы, брата Давида, сказал, «Пусть мой господин не думает, что убили всех царских сыновей, умер только Амнон». Так было решено Ависсаломом с того дня, когда Амнон изнасиловал его сестру Фомарь. «Пусть господин мой царь не тревожит совестью, что все сыновья царя умерли, умер только Амнон». Тем временем Ависсалом бежал. Юноша, стоявший в дозоре, взглянул и увидел множество людей, спускающихся по Харанаимской дороге, со склона холма. Иоаннадав сказал царю, «Ну вот, это идут царские сыновья, все произошло точно так, как сказал твой слуга. Когда он закончил говорить, с громким плачем вошли царские сыновья, и сам царь и все его слуги тоже очень горько плакали. Ависсалом же бежал и пришел к царю Гешура Талмаю, сыну Амиуда. А царь Давид день за днем оплакивал своего сына. Бежав и добравшись до Гешура, Ависсалом оставался там три года. А сердце царя рвалось за Ависсаломом, потому что он уже утешился после смерти Амнона. Иоав готовит возвращение Ависсалома в Иерусалим. Иоав, сын царуи, знал, что сердце царя тоскует по Ависсалому. Иоав послал в Текоа, чтобы привезти оттуда мудрую женщину. Он сказал ей, «Притворись плачущей, оденься в траур и не умощай себя благовониями. Веди себя как женщина, которая провела много дней, оплакивая умершего, пойди к царю и скажи ему эти слова». Иоав научил ее, что нужно сказать. Когда женщина из Текоа вошла к царю, она пала на свое лицо и поклонившись сказала ему, «Помоги мне, о царь!» Царь спросил ее, «Что у тебя за беда?» Она сказала, «Увы, я вдова, мой муж умер. У твоей служанки было два сына. Они подрались друг с другом в поле, где не было никого, чтобы их разнять. Один из них поразил другого и убил его. И вот против твоей служанки поднялся весь клан. Они говорят, «Выдай того, кто поразил своего брата, и мы предадим его смерти за жизнь его брата, которого он убил. Пусть даже так мы истребим и единственного наследника. Они погасят последний уголек, который у меня остался, и не оставят моему мужу на лице земли ни имени, ни потомка». Царь сказал женщине, «Иди домой, я распоряжусь о тебе». Но женщина из такого сказала, «Господин мой царь, пусть позор ляжет на меня и на семью моего отца, а царь и его престол будут невиновны». Царь ответил, «Если кто-нибудь скажет тебе что-либо, приведи его ко мне, и он больше тебя не тронет». Она сказала, «Тогда пусть царь помянет Господа своего Бога, чтобы не позволить мстителю за кровь убивать дальше, и чтобы мой сын не погиб». «Верно, как и то, что жив Господь», сказал он, «С головы твоего сына не упадет на землю ни один волос». Тогда женщина сказала, «Позволь твоей служанке сказать слово господину моему царю». «Говори», ответил он. Женщина сказала, «Почему же ты тогда замыслил подобное против Божьего народа? Разве говоря так, царь не обвиняет самого себя? Ведь царь не вернул своего изгнанного сына. Все мы должны умереть, мы подобны воде, пролитой на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не отнимает жизнь. Напротив, он мыслит о том, как бы отверженный им не остался отвергнутым. И вот я пришла, чтобы сказать это господину моему царю, потому что народ напугал меня. Твоя служанка подумала, «Поговорю с царем, может быть, он сделает то, о чем просит его служанка? Может быть, царь согласится избавить свою служанку от руки того человека, который пытается отсечь и меня, и моего сына от наследия, которое дал нам Бог? И вот твоя служанка говорит, пусть слово моего господина царя принесет мне покой, потому что господин мой царь как ангел Божий, различающий между добром и злом. Пусть господь твой Бог будет с тобой. Царь сказал женщине, не утаи от меня того, о чем я спрошу тебя. Пусть господин мой царь говорит, сказала женщина, царь спросил, не Иовава ли рука с тобой во всем этом? Женщина ответила, верно, как и то, что ты жив, господин мой царь, никто не может уклониться ни вправо, ни влево от того, что говорит мой господин царь. «Да, это твой слуга Иов научил меня сделать это и вложил эти слова в уста твоей служанки. Твой слуга Иов сделал это, чтобы изменить нынешнее положение дел. Мудрость моего господина, как мудрость ангела божьего. Он знает все, что происходит на земле». Царь сказал Иову, «Хорошо, я сделаю это, ступай, возврати юношу Ависолома». Иов пал на землю, поклонился и благословил царя. Иов сказал, «Сегодня твой слуга узнал, что нашел у тебя расположение, господин мой царь, потому что царь исполнил просьбу своего слуги». Иов отправился в Гешур и вернул Ависолома в Иерусалим. Но царь сказал, «Пусть он идет к себе домой, он не должен видеть моего лица». Ависолом пошел к себе домой, не «Примирение Ависолома с Давидом». Во всем Израиле не было мужчины столь красивого, как Ависолом, которым бы так восхищались. От макушки до пят в нем не было никакого изъяна. Всякий раз, когда он стриг волосы на голове, он стриг волосы раз в год, когда они становились для него слишком тяжелы, он взвешивал их, и весили они двести шекелей по царской весовой мере. У Ависолома родились три сына и дочь. Дочь звали Фомарио, она была красавицей. Ависолом жил в Иерусалиме два года, не видя царского лица, и вот послал Ависолом людей за Иавом, чтобы послать его к царю, но Иав отказался прийти к нему. Тогда он послал людей во второй раз, но тот и на этот раз отказался прийти. Тогда он сказал своим слугам, «Видите Иавово поле возле моего, у него там ячмень, идите и подожгите его». И слуги Ависолома подожгли поле. Тогда Иав встал и пришел в дом Ависолома и сказал ему, «Почему твои слуги подожгли мое поле?» Ависолом сказал Иаву, «Вот я посылал к тебе сказать, приди, чтобы мне послать тебя спросить у царя, зачем я пришел из Гешура, мне было бы лучше, если бы я все еще оставался там. Я хочу видеть лицо царя, а если я в чем-нибудь виноват, пусть он предаст меня смерти». Иав пошел к царю и передал ему это. Царь призвал Ависолома, и он пришел и поклонился царю, коснувшись лицом земли. Царь же поцеловал Ависолома. Заговор Ависолома после этого Ависолом завел себе колесницу, лошадей и свиту из пятидесяти человек, чтобы бежали перед ним. Он вставал рано утром и становился у обочины дороги, которая вела к городским воротам. Всякий раз, когда кто-нибудь шел с жалобой на суд к царю, Ависолом подзывал его и спрашивал, «Из какого ты города?» Тот отвечал, «Твой слуга из такого-то израильского рода». И Ависолом говорил ему, «Да, закон на твоей стороне, но у царя тебя выслушать некому». Затем Ависолом добавлял, «Если бы только меня назначили судьей страны, тогда всякий, у кого есть жалобы или тяжба, мог бы приходить ко мне, и я бы разбирал его дело по справедливости». И всякий раз, когда кто-нибудь подходил, чтобы поклониться ему, Ависолом протягивал руку, обнимал его и целовал. Так Ависолом вел себя со всеми израилетянами, которые приходили к царю в поисках справедливости. Так он вкрадывался в сердца всех израилетян. В конце четвертого года Ависолом сказал царю, «Позволь мне отправиться в Хеврон и исполнить клятву, которую я дал Господу. Когда твой слуга жил в Гешуре, в Араме, я дал такую клятву, если Господь возвратит меня в Иерусалим, я поклонюсь Господу в Хевроне». Царь сказал ему, «Иди с миром». И он отправился в Хеврон. Ависолом разослал тайных вестников по всем родам Израиля, чтобы сказать, «Как только вы услышите звук рогов, говорите, Ависолом воцарился в Хевроне». Вместе с Ависоломом из Иерусалима пошли двести человек. Они шли, чистосердечно приняв приглашение и ничего не знали об этом деле. Принося жертвы, Ависолом послал за гелонитянином Ахитофелом, советником Давида, в его город Гило. Так заговор набирал силу, а сторонников Ависолома становилось все больше и больше. Бегство Давида К Давиду пришел вестник и сказал ему, сердца израилетян на стороне Ависолома. Давид сказал всем своим приближенным, которые были с ним в Иерусалиме, «Собирайтесь, нам нужно бежать, иначе никто из нас не спасется от Ависолома. Спешите, чтобы нам уйти, иначе он быстро настигнет нас, обрушит на нас беду и предаст город мечу». Приближенные царя ответили ему, «Твои слуги готовы исполнить все, что не решит наш господин царь». И царь тронулся в путь, сопровождаемый всем своим домом, но оставил десять наложниц, чтобы они присматривали за дворцом. Царь тронулся в путь, сопровождаемый всем народом, и, пройдя некоторое расстояние, они остановились. Все его люди шли за ним, вместе со всеми керетитами и пелетитами, а все шестьсот гатян, которые сопровождали его от гата, шли перед царем. Царь сказал гатянину и Таю, «Зачем тебе идти с нами? Вернись и оставайся с царем Авесоломом. Ты чужеземец, изгнанник из родной земли. Ты пришел лишь вчера, а сегодня, когда я сам не знаю, куда идти, я заставлю тебя скитаться с нами? Ступай обратно и возьми с собой своих земляков, и пусть будут с тобой милость и верность». Но и Тай ответил царю, «Верно, как и то, что Господь жив, и жив мой господин царь. Где бы ни был господин мой царь, жизнь ли то будет или смерть, там будет и твой слуга». Давид сказал и Таю, «Тогда ступай, иди вперед». И гатянин и Тай пошел вперед со всеми своими людьми и всеми детьми, которые были с ним. Когда люди царя шли, вся страна громко плакала. Царь пересек долину Кедрон, и весь народ двинулся к пустыне. Там же был и цадок, и левиты, сопровождавшие его и несущий ковчег Божьего завета. Они поставили Божий ковчег, и авиатар приносил жертвы, пока весь народ не вышел из города. Царь сказал цадоку, «Верни Божий ковчег в город, если я найду милость в глазах Господа, он возвратит меня и вновь даст мне увидеть его и его жилище. Но если он скажет, «Ты мне неугоден», то я готов, пусть он поступит со мной, как пожелает». Еще царь сказал священнику садоку, «Разве ты провидец? Вернись в город с миром вместе со своим сыном Ахимаатцем и сыном Авиатара Иоаннафаном. Ты и Авиатар возьмите с собой обоих ваших сыновей. Я буду ждать убродов в пустыне, пока от вас ко мне не придут вести». Садок и Авиатар вернули Божий ковчег в Иерусалим и остались там. А Давид пошел вверх по Масличной горе, плача на ходу. Он шел босым, и голова его была покрыта. Все люди, которые были с ним, также покрыли свои головы и, поднимаясь на гору, плакали. Когда же Давиду сказали, «Ахитофел среди заговорщиков с Ависсаломом», Давид помолился, «Господи, сделай совет Ахитофела неразумным». Когда Давид добрался до вершины, где поклонялись Богу, аркитянин Хусей вышел ему навстречу. Его одежда была разорвана, и на голове у него была пыль. Давид сказал ему, «Если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость, но если ты вернешься в город и скажешь Ависсалому, я буду твоим слугой, царь, прежде я был слугой твоего отца, но теперь я буду твоим слугой, то сможешь помочь с тобою там будут священники Цадок и Авиатар, передавай им все, что услышишь в царском дворце, двое их сыновей, сын Цадока Ахимаац и сын Авиатара Иоаннафан находятся при них, присылайте через них ко мне все, что услышите». И друг Давида Хусей прибыл в Иерусалим, когда Ависсалом входил в город. Обман Цивы Когда Давид немного спустился с вершины горы, ему неожиданно встретился Цива, слуга Мефибашета. У него была пара оседланных ослов, навьюченных двуместами хлебами, сотни связок изюма, сотни связок инжира и бурдюком вина. Царь спросил Циву, «Для чего это у тебя?» Цива ответил, «Ослы для того, чтобы на них ездил дом царя, хлеб и плоды, в пищу бы подкрепить тех, кто ослабеет в пустыне». Тогда царь спросил, «А где же внук твоего господина?» Цива ответил ему, «Он сейчас в Иерусалиме, потому что думает, сегодня дом Израиля вернет мне царство моего деда». Тогда царь сказал Циве, «Все, что ранее принадлежало Мефибашету, теперь твое». «Низко кланяюсь тебе, господин мой царь», сказал Цива, «Да найду я расположение в твоих глазах». Шемей проклинает Давида. Когда Давид приблизился к Бахуриму, оттуда вышел человек, который был из того же клана, что и семья Саула. Его звали Шемей, сын Геры, он шел и проклинал. Он бросал в Давида и его приближенных камнями, несмотря на то, что и справа и слева от Давида были его воины и стражи. Проклиная, Шемей говорил, «Вон, вон, убийца, негодяй! Господь воздал тебе за всю кровь, пролитую тобой в доме Саула, вместо которого ты воцарился. Господь отдал царство твоему сыну Авесолому, а ты попал в беду, потому что ты убийца. Авешай, сын Саруи, сказал царю, «Почему этот мертвый пес проклинает моего господина царя? Позволь мне пойти и снести ему голову». Но царь сказал, «Что у вас со мной общего, сыновья Саруи? Если он проклинает, потому что Господь сказал ему, проклини Давида, то кто может сказать, зачем ты это делаешь?» Давид сказал Авешаю и всем своим приближенным, «Мой сын, который рожден от моей плоти, пытается отнять у меня жизнь». Что же тогда говорить об этом Вениаметянине? Оставьте его, пусть проклинает, потому что так сказал ему Господь. «Может быть, Господь увидит мое горе и воздаст мне добром за проклятие, которое я слышу сегодня». И Давид со своими людьми снова тронулся в путь, а Шемей шел по склону горы напротив него, проклиная на ходу и бросая в него камни и пыль. Царь и все люди, которые были с ним, добрались до Иордана утомленными и остановились там на отдых. Ависсалом в Иерусалиме. А тем временем Ависсалом и все израилетяне вошли в Иерусалим, и Ахитофел был с ними. И когда аркетянин Хусей, друг Давида, пришел к Ависсалому, он сказал ему, «Да здравствует царь, да здравствует царь!» Ависсалом спросил Хусе, «Такова-то твоя верность своему другу, почему ты не пошел с ним?» Хусей сказал Ависсалому, «Нет, я на стороне того, кого избрал Господь, этот народ и все израилетяне и с ним останусь. Да и кому я буду служить, разве не его сыну? Точно так же, как я служил твоему отцу, я буду служить тебе». Ависсалом сказал Ахитофелу, «Дай нам совет, что нам делать?» Ахитофел ответил, «Спи с наложницами своего отца, которых он оставил присматривать за дворцом, тогда весь Израиль услышит, что ты сделался ненавистным отцу, и руки всех, кто на твоей стороне, укрепятся». Ависсалому разбили шатер на крыше дворца, и он спал с наложницами своего отца на глазах у всего Израиля. В те дни совет, данный Ахитофелом, считался, как если бы кто вопрошал Божье слово. Таков был всякий совет Ахитофела и для Давида, и для Ависсалома. Советы Ахитофела и Хусия Ахитофел сказал Ависсалому, «Позволь мне выбрать двенадцать тысяч человек, и в эту ночь отправиться в погоню за Давидом. Я нападу на него, пока он утомлен и слаб. Я наведу на него ужас, и тогда все люди, которые с ним разбегутся. Я сражу одного царя и возвращу весь народ к тебе. Ты ищешь жизни лишь одного человека, а весь народ будет в мире». Этот замысел понравился Ависсалому и всем старейшинам Израиля, но Ависсалом сказал, «Позовите и аркетянина Хусия, чтобы нам послушать, что он скажет». Когда Хусий пришел к нему, Ависсалом сказал, «Ахитофел дал этот совет, сделать ли нам так, как он говорит, если нет, выскажи нам свое мнение». Хусий ответил Ависсалому, «Совет, который Ахитофел дал в этот раз, нехорош. Ты знаешь своего отца и его людей, они могучие воины и неистовы, как дикая медведица, у которой отняли медвежат. Кроме того, твой отец опытный воин, он не станет ночевать с войском. Уже сейчас он спрятался в какой-нибудь пещере или в ином месте. Если он нападет на твоих воинов первым, всякий, услышавший об этом, скажет, «Те, кто пошел за Ависсаломом, потерпели поражение». И тогда даже самый храбрый воин, сердце которого, подобно сердцу льва, совершенно ослабеет от страха, потому что весь Израиль знает, что твой отец могучий воин, а те, кто с ним мужественны. Поэтому я советую тебе вот что. Пусть весь Израиль от Дана до Версавии, многочисленный как песок на морском побережье, соберется к тебе, и ты лично веди его в битву. Тогда мы нападем на него, где бы он ни находился, и обрушимся на него, как падает на землю роса. Ни сам он и никто из его людей не останется в живых. Если он удалится в город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, пока от него не останется и камешка. А Виссалом и все израилетяне сказали, совет аркетянина Хусия лучше совета Ахитофела. Так Господь повелел расстроить хороший совет Ахитофела, чтобы навести беду на Ахитофела. Хусий предупреждает Давида. Хусий сказал священникам Цадоку и Авиатару. Ахитофел советовал Ависсалому и старейшинам Израиля сделать так-то и так-то, а я посоветовал сделать так-то и так-то. Итак, немедленно пошлите известить Давида. Не ночуй у брода в пустыне. Во что бы ты ни стало, переходи, иначе царь и все люди, которые с ним, будут истреблены. Иоаннафан и Ахимаат находились в Энрагеле. Служанка должна была пойти и известить их, а они должны были идти и известить царя Давида, потому что они не рисковали показаться в городе. Но некий юноша увидел их и донес Ависсалому. Поэтому они оба быстро ушли и пришли к дому одного человека в Бахуриме. У него во дворе был колодец и они забрались в него. Его жена взяла покрывало, растянула его над отверстием колодца и рассыпала по нему крупу. Никто об этом ничего не знал. Когда люди Ависсалома пришли в дом к той женщине, они спросили, где Ахимаат и Иоаннафан. Женщина ответила им, они перебрались через поток. Те люди искали, но никого не нашли и вернулись в Иерусалим. После того, как они ушли, те двое вылезли и пошли известить царя Давида. Они сказали ему, немедленно трогайся в путь и переходи реку, Ахитофел советовал против тебя так-то и так-то. Давид вместе со всеми людьми, которые были с ним, тронулся в путь и перешел Иордан. К рассвету не осталось ни одного человека, который не перешел бы Иордан. Когда Ахитофел увидел, что его совет не исполнен, он оседлал своего осла и отправился к себе домой в свой город. Он отдал распоряжение о своем имуществе и повесился. Так он умер и был похоронен в гробнице своего отца. Давид пришел в Маханаим, а Ависсалом перешел Иордан вместе со всеми израилетянами. Вместо Иавва Ависсалом поставил над войском Амассу. Амасса был сыном человека по имени Иефера, измаильтянина, который женился на Авигаэль, дочери Нахаша и сестре Саруи, матери Иоава. Израилетяне и Ависсалом разбили лагерь в земле Галаада. Когда Давид пришел в Маханаим, Шови, сын Нахаша из Аманитской Раввы, Махир, сын Амиила из Лодевара, и галадитянин Верзелей из Раглима, принесли постельные принадлежности, чаши и глиняные сосуды. Еще они принесли пшеницы и чменя, муки и поджаренного зерна, бобов и чечевицы, меда и творога, овец и сыра из коровьего молока в пищу Давиду и его людям, потому что они сказали, в пустыне люди проголодались, устали и хотят пить. Подготовка Давида к битве Давид осмотрел людей, которые были с ним, и назначил над ними тысячников и сотников. Давид отправил войска, треть под началом Иава, треть под началом сына Саруи Авишая, брата Иава, и треть под началом Гатянина Итая. Царь сказал воинам, «Я сам непременно выступлю вместе с вами». Но люди сказали, «Не ходи, если мы будем вынуждены бежать, они не обратят на это внимание, даже если половина из нас погибнет, они не обрасят внимания, но ты стоишь десяти тысяч из нас, поэтому лучше тебе помогать нам из города». Царь ответил, «Я сделаю так, как вам кажется лучше». И царь стоял у ворот, пока весь народ не выступил отрядами по сотням и тысячам. Царь приказал Иаву, Авишаю и Итаю, «Ради меня обращайтесь с юношей Ависоломом мягко». Все воины слышали, как царь давал приказ об Ависоломе каждому из военачальников. Гибель Ависолома Войско выступило в поле, чтобы сразиться с Израилем, и битва произошла в лесу Ефрема. Израильское войско было разбито, там людьми Давида, и потери в тот день были очень велики, двадцать тысяч человек. Битва распространилась по всем окрестностям, и лес погубил в тот день больше жизней, чем меч. Ависолому случилось встретиться с людьми Давида, он был на своем муле, и когда мул пробегал под большим дубом, голова Ависолома застряла в густых ветвях, сам он остался висеть в воздухе, а мул, на котором он ехал, побежал дальше. Когда один из людей увидел это, он доложил Иаву, «Я только что видел Ависолома висящем на дубе». Иав сказал человеку, который доложил ему об этом, «Что, ты видел его? Почему ты не поверк его там же на землю? Я бы с радостью наградил тебя десятью шекелями серебра и воинским поясом». Но человек ответил, «Даже если бы мне в руки отвесили десять тысяч шекелей, я бы не поднял руки на царского сына. Мы сами слышали, как царь приказал тебе, Авишаю и Итаю, ради меня защитите юношу Ависолома. С другой стороны, если бы я рискнул своей жизнью, ведь от царя ничего не скроешь, ты остался бы в стороне». Иав сказал, «Нечего мне терять с тобой время». Он взял в руку три дротика и вонзил их в сердце Ависолому, пока тот еще живой висел на дубе. Десять оруженосцев Иава окружили Ависолома, поразили и умертвили его. Затем Иав затрубил в рог, и воины прекратили преследовать Израиль, потому что Иав остановил их. Они взяли Ависолома, бросили его в большую яму в лесу и воздвигли над ним огромную груду камней. Тем временем все израилетяне разбежались по своим домам. Еще при жизни Ависолом взял камень и поставил его в долине царей, как памятник себе, потому что думал, хранить в памяти мое имя. Он назвал камень своим именем, и называется он памятник Ависолома по сегодняшний день. Давиду приносят весть о смерти Ависолома. Ахимаадже, сын Садока, сказал, позволь мне побежать и принести царю весть о том, что Господь избавил его от руки его врагов. Сегодня весть понесешь не ты, сказал Иав. Ты можешь принести вести в другой раз, но сегодня не делай этого, потому что сын царя умер. Иав сказал одному Кушиту, ступай, расскажи царю о том, что ты видел. Кушит поклонился Иаву и побежал. Сын Садока Ахимаадз снова сказал Иаву, будь что будет, позволь мне побежать вслед за Кушитом. Но Иав ответил, мой сын, зачем ты хочешь идти? За такую весть не получишь награды. Он сказал, будь что будет, я хочу бежать. И Иав сказал, беги. Ахимаадз побежал по дороге долины и обогнал Кушита. В то время, как Давид сидел между внутренними и внешними воротами, дозорный поднялся на крышу над воротами к стене. Подняв глаза, он увидел человека, бежавшего в одиночку. Дозорный позвал царя и доложил ему об этом. Царь сказал, если он один, то должно быть у него хорошая весть. Человек все приближался и приближался. Потом дозорный увидел другого бегущего человека и закричал привратнику, вот еще один человек бежит. Царь сказал, должно быть и он несет хорошую весть. Дозорный сказал, мне кажется, что первый бежит, как Ахимаац, сын Цадока. Это хороший человек, сказал царь, он идет с хорошей вестью. И Ахимаац, приблизившись, закричал царю, все хорошо. Он поклонился царю лицом до земли и сказал, слава Господу твоему Богу, он отдал тебе людей, которые подняли свои руки на моего господина царя. Царь спросил, в безопасности ли юноша Ахимаац ответил, я видел сильное волнение как раз тогда, когда Иав собирался послать слугу царя и меня, твоего слугу, но я не знаю, что это было такое. Царь сказал, встань в сторону и подожди здесь. Он отошел в сторону и встал там. Кушит прибыл и сказал, господин мой царь, слушай добрую весть, господь избавил тебя сегодня от всех, кто восстал против тебя. Царь спросил Кушита, в безопасности ли юноша Ависалом? Кушит ответил, пусть со всеми врагами господина моего царя и со всеми, кто восстает против тебя, случится то же, что и с этим юношей. Царь был потрясен. Он пошел в комнату над воротами и заплакал. Когда он шел, он говорил, о, мой сын Ависалом, мой сын, мой сын Ависалом, если бы только мне умереть вместо тебя, о, Ависалом, сын мой, сын мой. Иаав упрекает Давида. Иааву сказали, царь оплакивает Ависалом и скорбит о нем. И до всего войска победа того дня превратилась в скорбь, потому что в тот день воины слышали, как говорилось, царь горюет о своем сыне. Воины прокрадывались в город, как крадутся те, кто опозорен, обратившись во время битвы в бегство. Царь закрыл лицо и громко кричал, «О мой сын Ависалом, о Ависалом, сын мой, сын мой». Иаав вошел в дом к царю и сказал, «Сегодня ты унизил всех своих людей, которые только что спасли твою жизнь, жизни твоих сыновей и дочерей, жизни твоих жен и наложниц. Ты любишь тех, кто тебя ненавидит, и ненавидишь тех, кто тебя любит. Сегодня ты ясно показал, что военачальники и их люди для тебя ничего не значат. Я понимаю, ты был бы доволен, если бы Ависалом сегодня был жив, а мы все умерли. Выйди же и ободри своих людей. Клянусь Господом, что если ты не выйдешь, к ночи у тебя не останется ни одного человека. Для тебя это будет хуже, чем все бедствия, которые обрушивались на тебя со времен твоей юности и до сих пор. Царь поднялся и сел у ворот. Когда воинам сказали, царь сидит у ворот, они все пришли к нему. Давид возвращается в Иерусалим. Тем временем израилетяне разбежались по своим домам. Во всех родах Израиля люди спорили друг с другом, говоря, царь избавил нас от рук наших врагов, именно он избавил нас от рук филистимлян, но теперь он бежал из страны из-за Авесолома. Авесолом, которого мы помазали править нами, погиб в бою. Так почему же вы ничего не скажете о том, чтобы вернуть царя обратно? Царь Давид послал сказать священникам Цадоку и Авиатару. Спросите старейшин Иудеи, зачем вам быть последними в том, чтобы вернуть царя домой? Ведь то, о чем говорят, по всему Израилю дошло до царя, в его дом. Вы мои братья, моя кровь и плоть. Так зачем же вам быть последними в том, чтобы вернуть царя обратно? А Амасе скажите, разве ты не моя кровь и плоть? Пусть Бог сурово накажет меня, если отныне и впредь ты не будешь начальником моего войска вместо Иавва. Он расположил к себе сердца всех иудеев, как одного человека. Они послали сказать царю, вернись ты сам и пусть вернутся все твои люди. И царь вернулся и прошел до Иордана, а иудеи пришли в Гилгал, чтобы встретить царя и переправить его через Иордан. Милость Давида Шемей, сын Геры, вениаметянин из Бахурима, вместе с иудеями поспешил навстречу царю Давиду. С ним была тысяча вениаметян, а также Цива, слуга дома Саула, пятнадцать его сыновей и двадцать слуг. Они поспешили к Иордану, где находился царь. Они перешли реку вброд, чтобы переправить дом царя и исполнить все, что он пожелает. Когда Шемей, сын Геры, переправился через Иордан, он распростерся перед царем и сказал ему, «Пусть мой господин не вменяет мне моего преступления, не вспоминай, как твой слуга совершил зло в тот день, когда господин мой царь покинул Иерусалим. Пусть царь не держит этого на сердце, ведь сегодня я пришел сюда первым из всего дома Иосифа, чтобы встретить моего господина царя». А Вишай, сын Саруи, сказал, «Разве не следует предать за это Шемея смерти? Он проклинал господнего помазанника». Давид ответил, «Что у меня с вами общего, сыновья Саруи? Сегодня вы стали моими противниками. Сегодня я твердо знаю, что я царь Израиля, и поэтому никто в Израиле не будет предан смерти». Царь сказал Шемею, «Ты не умрешь», и царь поклялся ему. Мефибашет, внук Саула, также вышел навстречу царю. Он не мыл ног, не стриг усов и не стирал своей одежды с того самого дня, когда царь ушел до того дня, когда он благополучно вернулся. Когда он пришел из-за Иерусалима, чтобы встретить царя, царь спросил его, «Почему ты не пошел со мною, Мефибашет?» Он ответил, «Господин мой царь, так как твой слуга хромой, я сказал, оседлаю своего осла и поеду на нем, чтобы мне отправиться вместе с царем, но Цива, мой слуга, предал меня, он еще и оклеветал твоего слугу перед господином моим царем, «Господин мой царь, как ангел божий, делай так, как тебе угодно, все потомки моего деда не заслужили от моего господина царя ничего, кроме смерти, но ты дал твоему слуге место среди тех, кто сидит за твоим столом, и какое же я имею право еще что-либо просить у царя?» Царь сказал ему, «Зачем говорить дальше?» «Я приказываю тебе и Циви разделить поля». Мефи Башет сказал царю, «Да пусть он забирает все, раз господин мой царь прибыл домой благополучно». Давид прощается с Верзелием. Галодитянин Верзелий также пришел из Роглима, чтобы переправиться с царем через Иордан и оттуда проводить его в путь. Верзели был глубоким стариком, ему было восемь десят лет. Он когда тот находился в Маханаиме, потому что был очень богат. Царь сказал Верзелию, «Переправляйся со мной и живи у меня в Иерусалиме, а я буду обеспечивать тебя». Но Верзели ответил царю, «Сколько лет мне еще осталось жить, чтобы мне идти с царем в Иерусалим? Сейчас мне восемь десят лет. Могу ли я отличать то, что приятно, от того, что нет? Может ли твой слуга чувствовать вкус того, что он ест и пьет? Могу ли я еще слышать голоса певцов и певиц? Зачем твоему слуге быть в тягость господину моему царю? Твой слуга немного пройдет царем за Иордан, но зачем царю награждать меня такой милостью? Позволь твоему слуге вернуться, чтобы я мог умереть в своем городе рядом с могилой моего отца и матери, но вот твой слуга Кимгам, пусть он переправится вместе с господином моим царем, сделает для него все, что тебе угодно. Царь сказал, Кимгам переправится со мной, я сделаю для него все, что угодно тебе, а для тебя я сделаю все, чего бы ты не пожелал. И весь народ переправился через Иордан, а после этого переправился и царь. Царь поцеловал Верзелия, благословил его, и Верзелий вернулся домой. Когда царь переправился в Гилгал, Кимгам переправился вместе с ним, все воины иудеи и половина воинов Израиля пошли с ним. Спор израилетян с иудеями Вскоре все израилетяне пришли к царю и сказали ему, почему наши братья иудеи похитили царя и переправили его и его дом через Иордан вместе со всеми его людьми. Все иудеи отвечали израилетянам, мы сделали это потому, что царь нам кровный родственник. Почему вы злитесь из-за этого? Разве мы съели что-нибудь из царских запасов? Разве мы получили от него подарки? Израилетяне отвечали иудеям, у нас в царе десять долей, и кроме этого у нас больше прав на Давида, чем у вас. Так почему же вы нас презираете? Разве не мы первые заговорили о том, чтобы вернуть царя обратно? Но иудеи отвечали еще резче, чем израилетяне. Митеж Шевы Случайно там оказался один смутьян по имени Шева, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил в рог и воскликнул, «Нет у нас доли в Давиде, нет части в сыне Иесея, по шатрам своим Израиль». И все израилетяне оставили Давида, чтобы последовать за Шевой, сыном Бихри. Но иудеи остались верны своему царю и последовали за ним от Иордана в Иерусалим. Давид вернулся в свой дворец в Иерусалиме, он взял десять наложниц, которых он оставил, чтобы присматривать за дворцом и поместил их в доме под стражей. Он обеспечивал их всем необходимым, но уже не ложился с ними. Они содержались в заперти до самой смерти, живя как вдовы. Царь сказал Амассе, «В течение трех дней собери ко мне иудеев и сам будь здесь». Но когда Амасса пошел призвать Иудею, он промешкал больше того времени, что определил ему царь. Давид сказал Авишаю, «Теперь Шева, сын Бихри, причинит нам больше вреда, чем Ависалом. Возьми людей своего господина и преследуй его, иначе он отыщет укрепленные города и скроется от нас». И люди Иавва вместе с кирититами и пелититами и всеми могучими воинами выступили под началом Авишаи. Они выступили из Иерусалима, чтобы преследовать Шеву, сына Бихри. Когда они находились у большой скалы в Гаваоне, Амасса вышел им навстречу. На Иаве была воинская одежда, и он был опоясан ремнем, на котором висел меч в ножнах. Когда он вышел вперед, меч выскользнул из ножен. Иав сказал Амассе, «Здоров ли ты, мой брат?» Иав взял Амассу за бороду правой рукой, чтобы поцеловать его. Амасса не остерегся меча в руке Иава, а Иав вонзил его ему в живот так, что его внутренности вывалились на землю, и он умер. Ему не понадобилось бить дважды. Иав же и его брат Авишай пустились в погоню за Шевой, сыном Бихри. Один из людей Иав встал над Амасса и сказал, «Пусть всякий, кто предан Иаву, и кто за Давида идет за Иавом». Амасса лежал в луже крови посреди дороги, и тот человек видел, что все воины останавливаются. Поняв, что все, кто проходит мимо Амасса останавливаются, он оттащил его с дороги в поле и набросил на него одежду. После того, как Амасса был оттащен с дороги, весь народ пошел за Иавом преследовать Шеву, сына Бихри. Шева же прошел до Авел-бет-Моахи, и все бериты собрались к нему и последовали за ним в город. А войска Иавы подошли и осадили его в Авел-бет-Моахи. Они насыпали осадный вал у внешних укреплений города. Когда они старались разрушить стену, одна мудрая женщина крикнула со стены города. «Послушайте, послушайте, скажите Иаву, чтобы он пришел сюда, и я поговорю с ним». Он подошел к ней, и она спросила «Ты Иав?» «Я», ответил он. Она сказала «Издавна привыкли говорить. Поищи ответы в Авелле». И так решали дело. «Я из тех, кто хранит в Израиле мир и верность. Ты же пытаешься уничтожить город, который зовется в Израиле матерью. Зачем ты хочешь разорить Господне наследие?» «Никогда», ответил Иав. «Я никогда не разорю и не погублю. Это не так. Один человек по имени Шева, сын Бихри из Нагори Ефрема, поднял руку на царя, на Давида. Выдайте его одного, и я отступлю от города». Женщина сказала Иаву, «Его голова будет брошена тебе со стены». Женщина пошла ко всему народу со своим мудрым советом, и Шеве, сыну Бихри, отрубили голову и бросили ее Иаву. Тогда он затрубил в рог, и его люди разошлись от города и все пошли по домам. А Иав возвратился к царю в Иерусалим. Приближенные Давида. Иав стоял во главе всего израильского войска. Биная, сын Иодая, стоял во главе керетитов и пелетитов. А Данираму был верен надзор за подневольными рабочими. Иосафат, сын Ахилуда, был летописцем. Шава был писарем. Цадок и Авиатар были священниками. И Иоритянин Ира также был священником у Давида. Наказание потомков Саула. Во время правления Давида три года подряд был голод, и Давид спросил об этом Господа. Господь сказал, это из-за Саула и его кровавого дома. Это из-за того, что он предал смерти гаваанитян. Царь призвал гаваанитян и говорил с ними. Гаваанитяне не принадлежали к Израилю. Они были остатком амареев. Израилитяне поклялись пощадить их, но Саул, ревнуя об Израиле и Иудее, пытался уничтожить их. Давид спросил гаваанитян, что мне сделать для вас, чем возместить вам, чтобы вы благословили наследие Господа. Гаваанитяне ответили ему, «Нам не нужно ни серебра, ни золота от Саула или его семьи, и мы не хотим предавать смерти кого-нибудь в Израиле». «Что же вы хотите, чтобы я сделал для вас?» спросил Давид. Они ответили царю, «Что до человека, который уничтожал нас и замышлял погубить нас, чтобы нам не было места в землях Израиля, то пусть нам выдадут семь его потомков мужского пола, чтобы мы повесили их перед Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И царь сказал, «Я выдам их вам». Давид пощадил Мефибашета, сына Иоаннафана, внука Саула, ради клятвы перед Господом между Давидом и Иоаннафаном, сыном Саула. Но царь взял Армани и Мефибашета, сыновей Рицпы, дочери Ая, которых она родила Саулу, вместе с пятью сыновьями дочери Саула Мерав, которых она родила Адриэлу, сыну Михалотянина Верзелия. Он передал их гаванитянам, которые повесили их на горе перед Господом. Все семеро погибли вместе. Они были преданы смерти в первые дни жатвы, когда начиналась жатва ичменя. Рицпа, дочь Ая, взяла рубище и расстелила ее для себя на скале. Сначала жатвы, и до тех пор, пока с небес на тела не полился дождь, она не позволяла птицам небесным касаться их днем, а диким зверям ночью. Когда Давиду сказали, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саула, он пошел и взял кости Саула и его сына Иоаннафана у жителей Иовеша Галаадского. Они тайно унесли их с площади в Бетшиане, где филистимляне повесили их после того, как они сразили Саула в Гильбоа. Давид перенес оттуда кости Саула и его сына Иоаннафана, а кости тех, кто был повешен, были собраны. Кости Саула и его сына Иоаннафана похоронили в гробнице отца Саула, Киша, в Цело, что в земле Вениамина, и сделали все, что приказал царь. После этого Бог внял мольбам о стране. Воины Давид со своими людьми отправился в путь. Они сражались с филистимлянами и Давид утомился. А Ижбибенов, один из потомков Рифаимов, чей бронзовый наконечник копья весил триста шекелей и который был опоясан новым мечом, сказал, что он убьет Давида. Но Авишай, сын Саруи, пришел Давиду на помощь. Он напал на филистимлянина и убил его. Тогда люди Давида поклялись ему, сказав, «Никогда больше ты не выйдешь с нами в бой, чтобы не погас светильник Израиля». Некоторое время спустя произошло новое сражение с филистимлянами в Гобе. В то время хушатянин Сифхай убил Сафа, одного из потомков Рифаимов. В другом сражении с филистимлянами в Гобе Элханан, сын Ткача и Аира из Вифлеема, убил гатянина Лохмей, брата Голиафа, у которого древко копья было большое, как ткацкий новой. Во время еще одной битвы, которая произошла в Гате, был некий человек огромного роста, у которого было по шесть пальцев на каждой руке и по шесть пальцев на каждой ноге, всего двадцать четыре. Он также был потомком Рифаимов. Когда он насмехался над Израилем, Иоаннафан, сын Шимы, брата Рифаимов в Гате и пали от рук Давида и его людей. Хвалебная песнь Давида Давид воспел Господу слова этой песни, когда Господь избавил его от рук всех его врагов и от руки Саула. Он сказал, «Господь скала моя, твердыня моя и мой избавитель, Бог мой скала моя, в нем я ищу прибежище, Он мой щит и рог моего спасения, моя крепость, Он мое прибежище и мой спаситель, ты спас меня от насилия. Господу воззову, достойному хвалы, и от врагов моих спасусь. Волны смерти вскипели вокруг меня, захлестнула стремнина гибели. Цепи мира мертвых обвили меня, и опутались эти смерти. В бедствии своем я Господа призвал, я возвал к моему Богу, из своего храма он услышал мой голос, крик мой дошел до ушей его, задрожала земля, сотряслась, пошатнулись основания небес, задрожали, потому что разгневался он, дым вырвался из его ноздрей, огонь, пожирающий из уст его, сыпались от него горящие угли. Он расторг небеса и сошел, под ногами мглистые тучи, он воссел на Херувима и полетел, воспарил он на крыльях ветра, мраком покрыл себя словно пологом, окружил себя тучами дождевыми, от сияния перед ним разгорались огненные угли, Господь возгремел с небес, Всевышний подал свой голос, он пустил свои стрелы и рассеял врагов, молнию и разбил их, тогда открылись источники моря и обнажили с основания земли от упрека Господа, от мощного дыхания ноздрей его. С высоты он склонился и взял меня, он извлек меня из глубоких вод, он избавил меня от могучего врага, от ненавистников моих, слишком сильных для меня. В день бедствия моего они на меня ополчились, но Господь был моей опорой, он вывел меня на безопасное место, он избавил меня, потому что я угоден ему. Воздал мне Господь по праведности моей, по чистоте моих рук наградил меня, ведь я хранил пути Господа и не сделал зла, отвернувшись от Бога моего. Все законы его предо мной, я повелений его не оставил, я был непорочен перед ним и хранил себя от греха, воздал мне Господь по праведности моей, по чистоте моей перед глазами его, ты верен с тем, кто верен, с беспорочным ты поступаешь беспорочно, с чистым чисто, но с коварным по его лукавству, ты спасаешь смиренных, но взор твой на надменных, чтобы унизить их, ты светильник мой, Господь озаряет мрак мой, с твоей помощью я сокрушаю войско, с Богом моим поднимаюсь на стену, путь Бога безупречен, чисто слово Господа, он щит для всех, кто ищет в нем прибежище, ведь кто Бог кроме Господа, и кто скала кроме нашего Бога, Бог мое крепкое прибежище, и делает верным мой путь, он делает ноги мои как ноги оленя и ставит меня на высотах, он учит руки мои войне, так что гнут они бронзовый лук, ты вручил мне щит спасения твоего, твоя милость меня возвеличивает, ты расширяешь мой шаг подо мной, чтобы ногам моим не оступиться, я преследовал врагов моих и сокрушил их, я не повернул назад, пока не истребил их, я поразил и сокрушил их, и им не встать, под ноги мне они пали, ты припоясал меня силой для битвы, ты поверг моим ногам восставших на меня, врагов обратил ты ко мне спиной, и я истребил ненавидящих меня, они поднимали свой взор, но не было никого, чтобы спасти их, господу взывали, но он не ответил им, я стер их в порошок, в земную пыль, я смял их и топтал, как уличную грязь, ты избавил меня от мятежа народа моего, ты сохранил меня главой чужеземцев, народы которых я не знал, служат мне, чужеземцы раболепствуют предо мной, они покоряются едва обо мне услышав, все они пали духом и выходят дрожа из своих крепостей, жив Господь, хвала моей скале, да будет превознесен мой Бог, скала моего спасения, он Бог, который мстит за меня, который народы мне покоряет и избавляет меня от моих врагов, ты вознес меня над моими противниками, от жестоких людей спас меня, за это буду славить тебя Господи, среди других народов, имени твоему воспою я хвалу, своему царю он дарует большие победы, и милость являет своему помазанику Давиду и семени его вовеки. Последние слова Давида. Вот последние слова Давида. Пророчество Давида, сына Иесея, пророчество человека вознесенного Всевышним, человека помазанного Богом Иакова и сладкоголосого певца Израиля. Дух Господень говорит через меня, слово его у меня на языке. Бог Израиля сказал, скала Израиля изрек обо мне. Тот, кто правит людьми справедливо, тот, кто правит в страхе Божьем, свету утра подобен, солнцу подобен, встающему безоблачным утром, сияющему после дождя, которая растит траву из земли. Разве не таков дом мой у Бога? Разве он не заключил со мной вечный завет, полностью устроенный и непреложный? Разве не от него все мое спасение и все мои желания? Но все нечестивые подобны тернию, которые отбрасывают прочь и не берут руками. Всякий, кто касается терния, вооружается железом или древком копья, его сжигают там же на месте. Прославленные воины Давида Вот имена воинов Давида. Тахмонитянин Иошеф Бешевет был главой троих, он поднял свое копье на 800 человек, которых он убил в одной схватке. После него был Елеазар, сын Додо, внук Ахохии. Он был с Давидом, когда они насмешками вызывали на бой собравшихся для битвы филистимлян. Израилитяне вышли против них, и он проявил храбрость и разил филистимлян, пока его рука не устала и не прилипла к мечу. В тот день Господь одержал великую победу. Только после битвы воины вернулись к Елеазару, но лишь для того, чтобы обирать убитых. После него был Шамма, сын Араритянина Агэ. Когда филистимляне собрались в Ляхи, где было поле, засеянное чечевицей, воины Израиля бежали от них, но Шамма встал посреди поля. Он защитил его и перебил филистимлян, и Господь одержал великую победу. К началу жатвы трое из тридцати вождей пришли к Давиду в пещеру Адулам, когда отряд филистимлян стоял лагерем в долине Рифаим. Давид тогда был в укреплении, а войска филистимлян в Вифлееме. Давида томила жажда, и он сказал, «О, если бы кто-нибудь принес мне попить из колодца у Вифлеемских ворот, тогда те трое воинов пробились через филистимский лагерь, зачерпнули воды из колодца у Вифлеемских ворот и принесли Давиду. Но он отказался пить и вылил воду как приношение Господу. «Сохрани меня, Господи, сделать это!» сказал он. «Разве я стану пить кровь людей, которые рисковали своей жизнью, и он не стал пить. Такие подвиги совершили трое этих воинов. Брат Иавва, Авишай, сын Саруи, был главой троих. Он с копьем сражался против трехсот человек, перебил их всех и прославился наравне с теми тремя. Он был самым знаменитым из тридцати и стал их вождем, но сам не равнялся с теми тремя. Биная, сын Иадая, был доблестным воином из Кавцеила, совершившим великие подвиги. Он сразил двух сильнейших воинов из Моава. Еще он спустился в ров в снежный день и убил там льва. Он также сразил огромного египтянина. У египтянина в руке было копье, а Биная вышел против него с палкой. Он вырвал копье из руки египтянина и убил его этим же копьем. Прославился наравне с теми тремя. Он был знаменит среди тридцати, но славой с теми тремя не равнялся. Давид поставил его начальником своей стражи. Среди тридцати были Асаил брат Иавва, Элханан сын Дода из Вифлеема, Харадитянин Шамма, Харадитянин Елика, Полтитянин Хелец, Ира сын Экеша из Токоа, Авея Зер из Анатота, Хушатянин Мибунай, Ахахитянин Цалмон, Нитафитянин Магарай, Хелеф, сын Нитафитянина Бааны, Итай, сын Рибая из Гивы, что в земле Вениамина, Перафанянин Биная, Идай из Нахлегааша, Арбатитянин Ави Албон, Бархюметянин Азмовед, Шалбанитянин Елияхба, сыновья Иошена, Иоаннафан сын Араритянина Шаммы, Ахиам, сын Араритянина Шарара, Элифелет, сын Ахазбая из Махи, Елиам, сын Геланитянина Ахитофела, Хицрай из Кормила, Арбитянин Паарай, Игал, сын Нафана из Цовы, Гадитянин Бани, Аманитянин Цалек, Нахарай из Баерота, оруженосец Иава, сына Саруи, Итриянин Ира, Итриянин Гареев и Хет-Урия, всего их было тридцать семь. Господь наказывает Давида за перепись. Снова разгорелся на израилетян гнев Господа, и он возбудил против них Давида, говоря, «Иди и пересчитай народ Израиля и Иудеи». Царь сказал Иаву и начальникам войска, которые были с ним, «Пройдите по всем родам Израиля от Дана до Версавии и произведите перепись народа, чтобы мне знать сколько их». Но Иав ответил царю, «Пусть Господь твой Бог умножит количество народа сто кратно, и пусть глаза моего господина царя увидят это». Но зачем господин мой царь хочет сделать такое дело? Но царское слово оказалось сильнее слова Иава и начальников войска, и они ушли от царя, чтобы пересчитать израильский народ. Переправившись через Иордан, они встали с Таном в Араэре, к югу от города, что посреди долины, к земле Гада и городу Иазеру. Они пошли в Галаат и землю Тахти, Мхатши, они пришли в Дан-Яан, окружным путем к Сидону. Затем они направились к Тирской крепости и ко всем городам Хивеев и Хананеев, и, наконец, они вышли к Версавии, что в южной части Иудеи. Пройдя через всю страну за девять месяцев и двадцать дней, они вернулись в Иерусалим. Иоав доложил царю о результатах переписи — 800 тысяч сильных мужчин, способных владеть мечом в Израиле, и 500 тысяч в Иудее. Однако, после того, как Давид пересчитал народ, он почувствовал угрызение совести и сказал Господу, «Сделав это, я совершил великий грех, теперь, о Господи, я молю тебя, сними вину с твоего слуги. Я поступил очень безрассудно». Прежде чем Давид встал следующим утром к пророку Гаду, правидцу Давида, было слово Господа. «Иди и скажи Давиду, так говорит Господь, я предлагаю тебе три наказания, выбери одно из них, чтобы мне послать его тебе». Гад пришел к Давиду и сказал ему, «Быть ли трем годам голода в твоей стране, или ты три месяца будешь бегать от своих врагов, которые будут преследовать тебя, или три дня мора в твоей стране, и так обдумай это и реши, что мне ответить пославшему меня». Давид сказал Гаду, «Мне очень тяжело, но пусть мы впадем в руки Господа, ведь его милость велика, но не дай мне попасть в человеческие руки». И Господь послал на Израиль мор с того утра до конца назначенного времени, и погибло семьдесят тысяч человек от Дана до Версавии. Когда ангел протянул руку, чтобы истреблять Иерусалим, Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, который разил народ, «Довольно, опусти свою руку». Ангел Господень был тогда над гумном Иевусея Орны. Когда Давид увидел ангела, который разил народ, он сказал Господу, «Это я согрешил и сделал зло, а эти овцы, что они сделали? Пусть же твоя рука обратится на меня и на мою семью». Давид сооружает жертвенник. В тот день гад пришел к Давиду и сказал ему, «Иди и построй жертвенник Господу на гумне Иевусея Орны». И Давид пошел, как повелел через гады Господь. Когда Орна посмотрел и увидел царя и его людей, идущих к нему, он вышел и поклонился царю, коснувшись лицом земли. Орна сказал, «Зачем господин мой царь пожаловал к своему слуге?» «Купить твое гумно», ответил Давид, «И построить Господу жертвенник, чтобы прекратился мор среди народа». Орна сказал Давиду, «Пусть господин мой царь возьмет все, что ему угодно, и принесет это в жертву. Вот валы для всесожжения, а вот и молотильная доска, и валовья упряжь на дрова. О, царь, Орна отдает все это царю». Еще Орна сказал ему, «Пусть Господь, твой Бог, отнесется к тебе благосклонно». Но царь ответил Орне, «Нет, я заплачу тебе, я не стану приносить Господу моему Богу всесожжение, которое мне ничего не стоило». И Давид купил гумно и валов, заплатив за них пятьдесят шекелей серебра. Давид построил там жертвенник Господу и принес всесожжение и жертвы примирения. Господь внял мольбам о стране, и мор в Израиле прекратился». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова